Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олимпийские надежды. В Анапе проходит всероссийский турнир по боксу среди девушек и юниорок. Городу нужна новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом заявила первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Существующий порядок, когда жители курорта выставляют мешки с мусором на газонах, независимо от графика работы мусороуборочных компаний, себя не оправдывает. Проблема вывоза бытовых отходов на курорте особенно остро стоит в летнее время. Мусороуборочная техника ездит по графику, который не всегда соблюдают сами жители, оставляя мусор на газонах и тротуарах, когда им удобно. Заявки по телефону в диспетчерской службе – также неподходящая схема. Такое мнение озвучила на аппаратном совещании в администрации первый заместитель главы Анапы. Эта система уже не работает, поэтому планируйте совещание на этой неделе с обязательным моим участием, Медведевой. Будем приходить к общему мнению, знаменателю, решению по формированию контейнеров площадок на территории нашего города и будем уходить от позвонковой системы. Мобилизация доходов в бюджет должна быть основной заботой муниципальных служащих. Ситуация, когда на месте ИЖС высится гостиница, а налоги ее собственникам укрываются, недопустимы. Начинаем серьезную работу, начинаем уже сейчас работу по изменению вида разрешенного использования земельных участков, на которых расположены и эксплуатируются гостиницы с ИЖС на гостинице. В первую очередь, это битязево и сухо. О ходе работы каждый день должен быть результата. От начальника управления капстроительства потребовали отчет о подключении к электроснабжению офиса врача общей практики в хуторе «Рассвет». По команде «Кубаниэнерго» перенесли узел учета создания самого ВОПа в трансформаторную подстанцию. Сегодня отдаем туда исполнительную документацию и ожидаем справки о выполнении технических условий от них. Анжелика Бузунова дала неделю на оформление всей документации. К 30 ноября подрядчик завершит строительство объекта. Во время рабочего визита в Анапу заместитель председателя Госдумы, генеральный секретарь партии «Единая Россия» Сергей Неверов вместе с главой Анапы Сергеем Сергеевым объехал ряд социальных объектов и побывал на сельскохозяйственных угодьях ОПХ Анапа. Эти саженцы этого года посадки, где существуют капельные брошины, а эти саженцы – это весенние посадки. Секретарю генсовета партии «Единая Россия» демонстрируют яблоневый сад на 100 гектарах опытно-производственного хозяйства Анапа. Деревья высадили весной текущего года. Это современная технология. Специалисты называют ее интенсивной. Она предусматривает капельное орошение, когда влага и питательные вещества подаются дозированно в рассчитанных объемах. Первый урожай ожидают уже в следующем году. Саженцы российские. Специалисты говорят, что их сегодня приобретать выгоднее, чем импортные. Отечественные яблоки также будут существенно дешевле зарубежных. Аграрии уверены, что с введением санкций у отечественного производителя появился шанс нарастить объемы производства. Цифровой маммограф позволяет выполнять биопсию сразу же. Да, да, сразу. Это денситометр. Позволяет измерять кальций в пяточной кости. Ну, тест на остеопороз. Здесь цифровой риквиденаппарат. Японский имп. Рикокольф. Дистанционный литотрит. Это для дробления камней. Основная миссия Анапы, Всероссийской здравницы, конечно, связана с оздоровлением. Это санаторий Софии с собственным медицинским центром. Названия аппаратов звучат непривычно для неоспециалиста. Но даже не всякий доктор готов взяться за работу на такой технике. Это привело к тому, что мы начали набор специалистов по всей стране. В центре есть операционная, которая позволяет транслировать процесс в режиме конференции. Таким образом, можно организовать консилиумы со специалистами из любой точки мира. Также, наоборот, светило мировой медицины могут проводить показательные операции. Естественно, согласие пациента. В ходе визита законодатели говорили о поддержке города-курорта в целом со стороны федерального центра. У вас есть сегодня представитель федерального, высшего федерального собрания нашей страны, Государственной Думы Иван Иванович Демченко. Это большая помощь для города Анапы. Это большая помощь для Парту Евгения России и города Анапы. Иван Демченко отметил, что в городе-курорте его результат на выборах оказался самым высоким в округе. По словам парламентария, совместно с городской администрацией предстоит решить вопросы с передачей пляжей в ведение муниципалитета, а также задачи, связанные с развитием инфраструктуры. В вопросе организации доступной среды для детей хорошим примером может служить в нашем городе детский сад «Пчелка». Ровно месяц ушел на ремонт помещений и территорий, в которые созданы теперь все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они посещают детский сад наравне с обычными детьми. Этот момент социализации их в коллективе теперь пойдет еще успешнее, так как после ремонта новое оборудование будет помогать маленьким обитателям детского городка жить в нем и развиваться без особенных преград. Оценить, как справились с ремонтом в детском саду и насколько рационально использованы средства, выделенные на реконструкцию помещений и территории по безбарьерной среде, сегодня приехали заместитель главы города Людмила Мурашова и начальник управления образования Наталья Микитюк. «Из местного бюджета на ремонтные работы и на закупку оборудования 16-го детского сада выделено 326 тысяч. Это софинансирование, также выделены краевые средства, из краевого бюджета выделено 700 тысяч, а остальные – это федеральный бюджет». Все дверные проемы в детском саду стали шире для того, чтобы колясочникам было удобно проезжать в помещение. Убрали по всей территории ненужные порожки на входах, обеспечены свободные доступы к зонам гигиены. Ну а главное – это оборудование, закупленное по краевой и федеральной программе. Оно пока ждет своего часа в коробках, но уже в понедельник на открытии после ремонта Родители с удовольствием оценят его эффективные возможности для реабилитации детворы. Реабилитационные кресла, вертикализаторы и наклонные, и стоячие, то есть для разного уровня сложности заболевания детей. Очень хорошее игровое оборудование для детей, оно так и называется – игровое оборудование для детей, для особых деток. Я вот посмотрела, действительно очень уникальное для тех деток, кто плохо видит, кто плохо слышит. То есть вот настолько все это на тактильном уровне можно с детьми заниматься, и это тоже, чего нам не хватало. Хорошо то, что вы пошли дальше. Вы пошли не только для, вот, начали обращать внимание только для опорно-двигательного аппарата для детишек, но также зрение и слух. В общем-то, это работа будущего. То, что делают для развития малышей в детском саду «Пчелка», это на самом деле работа будущего. Анапе повезло, что Людмила Валентиновна сумела воплотить свою мечту, и пока это единственный такой детский сад в стране. В понедельник он вновь примет под свои уютные своды детвору. Здесь все делается для того, чтобы вовремя принять детей, как и обещали. В Анапе определили лучшего призывника в этом году. Конкурс состоял из двух частей. Участники соревновались в традиционных воинских дисциплинах, а вторая часть была творческая, где будущие солдаты должны были проявить себя и показать, в том числе смекалку. Как говорят бывалые военные, весьма необходимое качество. Так, болельщики встречают каждого из восьми участников. Они прошли отбор из 20 школьников, студентов, воспитанников военно-патриотических клубов. Я всегда с особым трепетом смотрю на этих ребят, которым завтра предстоит защищать просторы нашей необъятной родины. Но я уверена, что наша жизнь и, так скажем, незыблемость наших границ в надежных руках. Потому что мы, молодежь города воинской славы, делаем все для того, чтобы эти ребята достойно и с честью представляли наше муниципальное образование. На первом этапе молодые люди соревновались в военно-прикладных дисциплинах. Бег, метание гранаты, сборка-разборка автомата и снаряжение магазина патронами. Финалистам предстояло показать себя с творческой стороны, ответить на вопросы викторины, а также придумать выход из игровой ситуации. В этом году конкурс посвящен событиям войны в Афганистане, где действовал, как говорится в официальных документах, ограниченный контингент войск СССР. Жюри четверо, среди них десантник Анатолий Мешкунов. В таком мероприятии участвует впервые. Говорит, что будет действовать по обстановке и от сердца. Вспоминал, как во время афганской войны настоял, чтобы в составе его подразделения оказался смекалистый повар. На любой войне боестолкновения – это дни или даже часы. Все остальное время – будни, когда нужно обустраивать быт. Всякое бывает в жизни, но самое главное, как говорится, не замерзнуть и не умереть с голода. И этот парень действительно нас удивлял. Когда он делал котлеты из тушенки, когда готовил какие-то такие вкуснятины из сгущенки и так далее. Это было воспоминание очень достаточно хорошее. Председатель городского совета ветеранов Анатолий Гапонов отметил, что эмоции в зале – один из признаков того, что в стране растет авторитет армии. Сегодня, благодаря усилиям президента Владимира Владимировича Путина, авторитет нашей армии поднимается все выше и выше. И это отрадно, потому что во все времена так повелось. У всех народов всегда с особой любовью относились к защитникам Отечества. Если взять нашу родину, то русское воинство, советское воинство и воинство Российской Федерации заслуживают величайшего уважения во все времена. Конкурс сугубо гражданский. На ход будущей службы в армии никак не влияет. Вместе с тем, среди участников подобных мероприятий есть немало тех, кто намерен связать свою жизнь с воинской профессией. Центробанк определил требования для автостраховщиков к продаже электронных полисов ОСАГО. Такие полисы страховщики должны будут предоставить любому автовладельцу. Время оформления должно быть не более 30 минут с момента подачи заявления. При этом перерыв в работе сайта страховщика не должен превышать 30 минут в сутки. Чтобы провести технические работы, компания должна не менее чем за сутки разместить информацию об этом на своем сайте. Делать технический перерыв разрешено не чаще одного раза в месяц с 22 часов до 8 утра. В случае, если автовладелец заключает договор ОСАГО впервые, страховщик должен направить ему по e-mail полис и разместить документ в личном кабинете автовладельца на своем сайте. При желании автовладелец сможет получить полис на бумажном бланке. В Анапе проходит всероссийский турнир по боксу среди девушек и юниорок «Олимпийские надежды». Таким образом, Федерация бокса отбирает тех, кто в будущем будет представлять страну на международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Далее о том, как город-курорт принимает статусное соревнование. Тренеры дают своим воспитанницам последние установки. Место, не занятое под трибуны и ринг – одна большая площадка для разминки. Соревнования проходят в зале первой образовательной школы. Места хватает для почти двух сотен участниц, наставников, а также любителей бокса. Главные героини по названию турнира – «Олимпийские надежды». Здесь те, кто уже в ближайшем будущем составят костяк сборной России, в том числе и на летней Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году. Претендентки со всей России. Андрей Жигалов приехал на турнир из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его воспитанница впервые принимает участие в подобных соревнованиях. Отлично, все нормально. Там у нас жилье, пансион полный. Тренироваться, езди, погода хорошая. Все идеально. Дарья – 14. Она из Ханты-Мансийского автономного округа. Занимается в школе Олимпийского резерва. На соревнованиях такого уровня впервые. Говорит, что мероприятие ответственное, но главное – собраться и не волноваться. Боксом девушка занимается два года. Мне именно бокс понравился и всех видов спорта. Ну, вот что-то такое в нем есть, поэтому понравился. Я могу, например, поездить по разным городам, там всякое, увидеть многое с боксом. На севере уже минус 30. В центральной части, пусть и небольшой, но тоже минус. Многие участники ненадолго вернулись в теплую золотую осень. Я хочу пожелать вам, понятно, проведите все вещи. Ну, что вы тогда у нас регулировали, чтобы вы уехали в город. Друзья – самые теплые чувства. И хотели приехать на работу еще и еще раз. Боксом в городе-курорте занимаются в первой, третьей и шестой спортивных школах. В самом центре города строится новый зал. На этом турнире анапчанки не представлены, но среди девушек до 14 лет в активе наших спортсменок – два первых места на всероссийских соревнованиях. У нас впереди краевые соревнования, где у девушек будет возможность утвердиться в своем возрастных категориях. И на перспективу это, конечно же, будет хорошая сборная у нас, в которой есть хороший тренер. В городской администрации говорят, что Анапа становится популярным местом для проведения турниров самого высокого уровня. Отборочные поединки будут проходить всю неделю. Финал и закрытие турнира состоятся в субботу. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова